Всех приветствую, это канал Joywire и с вами Вжоа. К сожалению, мы немного просели по деньгам из-за открытия новых подразделений на нашей базе. Тем не менее, основной задачей на сегодняшний день является прокачка партизанской школы. Потому что еще один боец на задании, это по сути плюс 25% боевой мощи. Также в связи с недостатком средств будет сложно закупить магнитное оружие. Необходимо подзатянуть пояса и поискать выгодные миссии и поиски. Не успев начать сканирование, из центра приходит сообщение о партизанских действиях со стороны Адвента. Снарядим Лайта свето-шумовой, Вольфетскому дадим аптечку, а Джона сменим на протала Мокса, который был вызволен в прошлом эпизоде из плена. И с таким отрядом отправляемся на задание. Вольфетскому дадим. Вольфетскому дадим. Skyranger, выборi. Вольфетскому дадим. На первый взгляд цель проста. Нужно добраться и уничтожить все передатчик. И не забыть зачистить территорию от противников. Отправляем Драгунова на разведку. Пробежав к точке, Елена замечает подстанцию, которая питает передатчик. Уничтожив эту подстанцию, бойцы смогут выиграть немного времени до отключения. На пути пара противников, попробуем застать их врасплох. Противники удачно скучковались, поэтому будет вполне уместно применить клеймор, который находится в арсенале Драгуновой. Лайт, зайдя с фланга, уничтожает раненого сектоида. Мокс с помощью крюка кошки забирается на возвышенность, откуда у него открывается прекрасный вид на копейщика Адвинта и на одну из подстанций. Елена в этом задании будет нашими глазами. И удача с нами. В следующей комнате она замечает еще один патруль пришельцев. Вольфецкий совершает рывок вперед для занятия выгодной позиции, но, к сожалению, его замечает противник. Что ж, будем импровизировать. Моксаки-скорпион из Мортал Комбата выцепляет одного из противников с помощью крюка. Копейщику больше неужели. Вольфецкий ранит гранатой сектоида, но, к сожалению, укрытие остается целым. Лучший план сейчас встать в наблюдение, надеяться и верить. Противник попадает под огонь Мокса, но выживает и начинает свою психическую атаку против Вольфецкого. Сомневаясь, что он рассчитывал на такой результат, еще одна битва за нами. Бойцы передвигаются вперед, перезаряжаются и уничтожают подстанции противника. Глазастая Елена замечает еще один патруль противника впереди, возможно, это последний. Бойцов остается не так много времени на уничтожение пси-передатчика, поэтому необходимо ускориться. Тем временем патруль уходит из зоны видимости. Отряд практически подошел на точку задания, а с условием уничтожения нескольких подстанций остается целых 4 хода на закладку заряда. Елена успешно закладывает заряд, теперь остается только ждать ответной реакции противника. Вольфецкий сквозь стену и Елена успешно отрабатывает свое наблюдение, завершитив одного из противников. Мокс со своей мобильностью занимает второй этаж и с фланга обстреливает офицера Адвинта. Дважды. Лайт доделывает грязную работу и уничтожает последнего противника. Безупречное задание, бойцы. Делаем фото на память и отправляемся обратно в штаб XCOM. КОНС Что ж, распределим повышение и выберем новые перки. Мокс получит умение «Все средства». Теперь он станет еще мобильнее в плане применения предметов и гранат. Вольфетский получает способность «Подрыв», с помощью которой он сможет эффективнее уничтожать укрытие противников. У Лайта достаточно агрессивный билд для специалиста. Продолжим развивать его в таком же ключе, открыв протокол блокировки, с которым он сможет взламывать роботов противника. Нам все еще необходимы средства и у нас как раз есть тайник с материалами на карте. Так что продолжим разведку в этом направлении. Если это ваша мечта, чтобы меня агрегировать дальше, и обеспечить помощь этих трейлеристов, то вы успешите! АВЕНДЕР ПЛОТИННЫЙ КОРС Продолжение следует... 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 Следующая цель — установить контакт с новым сектором на карте. Начнем с восточного побережья США. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...